Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 мы уже немало говорили на старте этой карты. Именно керри в этих командах решают многое. Джеки, наверное, главная звезда Бумов, ну и Ятора. Мы помним, кто отвечал за план Б всегда в команде Spirit. Поэтому очень важно, как у них идет игра. И пока Ятора не сильно отстает, хотя в начале казалось, что лейнинг у SF просто потрясающе проходит. Но по скорости фарма видим, что SF оторвался несущественно. Если с левелом не дамбить вот так вот ОД, он может себе позволить качать таким образом линию, то да, SF вскоре просто не может выйти на линию, потому что ты ловишь Астрал, плюс один саппорт, и ты мертв. А как я уже говорил, это очень визуимый герой, и ему вначале умирать критически важно нельзя. Да, и, наверное, ключ к победе в тимфайтах для Бум — это Блэкинг Бары ранние, если я все правильно понимаю. Как минимум на SF и на Марсе. Вряд ли стоит от Биста это ждать, потому что у Биста стандартная сборка через оверлорд. SF и Марс — это мастхеф, потому что против Лишака и вот этой просто не можешь играть в Доту. Да. Это невозможно. И мы видим Юпэй без Блинк Даггера, без таких, да, прям сильно дорогих айтемов. Хотя он купил Суаринг, который сейчас не очень популярен. Обычно Falcon Blade любят некоторые собирать. Особенно с мид-лейна, когда у тебя есть бутылка. Но вот здесь решил именно укомплектовать себе еще чуть-чуть армора, чуть-чуть немножко силы, и выйти в Блэкинг Бар. Нападение на Лича, но это может быть ошибкой на самом деле. Там есть ЧФ Рост. Как же он подконтролил? Юпаш ставит арену, промахивается копьем, а ЧФ Рост летает, Тимс погибает. Мипошка просто остановился. Юпашу нечем добивать Мипошку. Это двое суппортов против двух суппортов Бум и мидера. Только сейчас подходит Рототоки, его глимсует обратно. Но, по сути, всю ситуацию создали Бум, якобы они нападали, но Мипошка за счет одной кнопки просто все разрулил. И это опять возвращаясь к важности уровней на саппортах. Вот он шестой на Личе, и драка смотрится уже неплохо для Смири. Не забываем, Алексеевич, что это Б1, и у одной второй команды могут быть нервы. Но так как Спирит в этом плане позволит сказать немножко опни, так как все-таки победители предыдущего ОТИ, они могут себя чувствовать более раскованно в этих моментах. А мой статик потрясающий! Что ты вытворяешь? Невероятно! Ятора пока живой, помогает он неплохо Торонто, но не хватает даже этого подсейва от Кэри Спирит. И Шрак отправляется в таверну. Размен выгодный для Бум, тем не менее они довольно жестко потратились. Было реально близко. Давай представим, что у Лишака примерно через 10 минпс и Блудстоун, и весь этот зоопарк без мастера будет бежать в него, когда он будет активирован. То есть это будет невероятная выживаемость. И такие моменты Спирит смогут еще круче переворачивать. Это та самая контратака, от которой я говорил. Это вот Суперкута должно в будущем работать. Вот с кем, конечно, легендарный игрок? Поиграть на всех позициях, которые только можно представить в доте, и в итоге в ключевом матче сейчас, не теряя концентрацию, выдавать такие плей. Если дальше так будет продолжаться, то Спирит будет очень несладко, потому что оба саппорта были под статиком, и первый герой, в которого инициировали, тоже туда попал. У Лайфстилера Топнетворс Ятора пока показывает реально хорошую игру. Если вспомнить его предыдущий матч на Найксе, да, там было не очень. И там уже скорее его команда пыталась камбэкать, и как раз таки его тянуть за собой. Здесь же, как ты уже сегодня отмечал, все наоборот. Это такой некий план Б, который работает уже сейчас для своей команды. Поэтому Спирит единым кулачком пытается отбиваться от бум, а в будущем, по их плану, должно все работать на их. Два смока уже закуплены на бумами, запускают они кулдауны, чтобы постоянно эти смоки работали. Некем прыгать. Некем прыгать. Прыгает пока что на ФБЗ, но ФБЗ. Наверное, сказать, вернуться неправильно скорее Мира не попал, потому что он просто бежал по прямой ФБЗ, сильно там как-то не уворачиваясь. Иногда это, кстати, лучший у ворот. Не особо придумывая просто бежать вперед. Просто бежать, да. Это так игроки на пуджах обычно говорят. Да, да, да. Это почему он не уворачивается? Слушай, тут похожая история. Нет точечного стана, надо копать. И вот иногда приходится предвосхищать события. Мепошка настолько агрессивно показывает своими, всеми такими действиями в миде всю эту движуху, что кажется, что за Мепошкой стоит два, то и три героя, потому что он просто бежит на Марс, за которым стоит Дизраптор. Ну это неадекватно. И пытается там ему что-то дать, какую-то кнопочку. То есть это максимально уверенная игра от Мепошки? Я бы сказал, что если бы не Бестмастер и его Птицы, которые сейчас развешаны по траектории основного леса Спирит, то преимущество по Вижену было бы существенным. Но действительно Бестмастер немножко выравнивает эту историю. Я смотрю постоянно, как он отсылает пуденцов то в одну, то в другую сторону и контролирует немалый периметр карты. У Ятора могут быть проблемы, если стоит здесь рор. Слушай, ультимейт потратил. Просто чтобы крипа убить. Бестмастер получает рор. Тимс начинает колбасить его ультимейтом. Ятора. Есть телепорт от Мепошки. Там по-двоим сразу надо добивать. Есть Глимс. И Ятора погибает. Мепошка, который пришел спасать, сам тоже потонул. Я только хотел об этом сказать. Не ошибка ли то, что 15-ая минута и Корр и Спирит до сих пор не свапались. До сих пор никуда такие глобальные ротейты на противоположную линию не делали. И это может послужить снагом для того, что бумам просто стоит собраться вместе и пойти забрать этот ауэр. Они это сделали. И, ну, по сути, поначалу казалось, что Найкс Гений убил крипа Доминаторного. Но там была вся команда бум. Надо было уходить сразу. Да, да, да. Вот тут один нюанс. Он слишком жадно, кажется, сыграл в этом эпизоде. И сразу за это наказывают бум. Сразу забирают Т1 вышку сверху. Правда, снизу включается коллапс. Минус отсутствия Метеора в том, что не может он так быстро сейчас забрать вышку соперника. И будут защищаться бумы, кажется. Мира пробегал мимо. С кем? Видели его? Да, не достает. Дот не достает. Слишком поздно. Хотя иногда плюсовое, попытка была неплохая. Но здесь стоит хорошо от бумов, поэтому, например, Торонто... Да, но вы... Башни... Хорошо. Все, играем в зеркальную доту. Все у нас хорошо. Все зависит от передвижения... Трудно, мне кажется. Ну что, Бист уже забрал Т1. У Биста появляются артефакты. Он купил Владмер себе, между прочим. И это совсем близко. А вот и Батсейв. Коллапс. Поймали его. Батсейв-то есть, но сам коллапс. Проблемы имеют серьезные. Отбивается как можно от Яплажа. Спрятал. Ультимейта нет. Аканима? Аканиму коллапса. Только что к нему прилет. Тайт, посмотри, у него очень много чарджей на Тореспелку. И пока будет сейчас. Этого просто Бум не ожидали. Они нападали на него, когда у него было всего-навсего две части этого Аканима. Но Курьер буквально только что долетает и переворачивает драку. Браво. Браво, Спирит. Рассчитали. При этом не было ультимейта у ОД на этот момент времени. Он просто не был вкачан. Да, он не был вкачан. Но сейчас все есть. И выход в центр от Спирит. Наверное, в такой ситуации важнее всего, кто заберет Т1-вышку в центре. У ДТА Бум или Спирит узнаем совсем скоро. Мы не видели Лишака на наших мониторах. Вот буквально 17 минут этой игры. Нам его показывали на отдельной камере справа, как он фармит стаки в своем лесу на Эйншентах. Это все были стаки от него тиммейтов. И есть уже Блокстоун. И ты говорил, как сдерживать Биста. Только Лишак в этом драте может адекватно сдерживать Биста и жить при этом в его саммонах. Только он. И он уже готов. И это самое важное. Это Спирит. Я ввышка в центре для Спирит. Все-таки. Хотя казалось, что Бист и правда после успеха сверху будет очень активно играть под мидом. Не оставляя шансов. Но это драка. Ключевая для Спирит. Поворачивают игру в их пользу. Я бы сказал, прям демьеруют. Так конкретно начинают. Потому что СФ, да, имеет топ-нетворс на карте. Это не Найк. У него нет Реджа. То есть ему все же надо этот нитворс инвестировать в айтемы, такие как БКБ. Мы отмечали, что Бист без Блокенбара он никуда не может пойти. Остается, казалось бы, совсем немного. Но тут вся команда Спирит может рядом подойти. Но, да, окей. Дальше Блинк для коллапса. Будет держать дистанцию. Пытаться с Блинка помогать своим союзникам. Никак не поставляться первым. При этом Шард пока не торопится покупать. Всегда этот выбор стоит перед тобой. Купить Шард сразу или Блинк. Блинк очень. Да, очень хочется. А вот Блинк и Шард уже... Шестой, седьмой. Правильно. Но вот Аганиму долетел к нему до 15-ой. И мы забыли упомянуть, что... Это решило тимфайт. Это решило тимфайт. Это первое. Второе. Это же ускорение твоего фарма. Ты можешь себе позволить отпушить пачки с довольно безбасного рассояния. Поэтому вот это то, чем сейчас коллапс занимается на топ-линии. И довольно неплохо напрягает даже вышку. Сейчас тяжело представить, как Бумам напасть. Надо бы, наверное, им какой-то плей сейчас придумать. Как-то им напасть, чтобы немножко ситуацию склонить в свою пользу. Но видим, что этим занимаются именно Спирит. Они уже под смоком. Они двигаются вперед. И впереди стоит Никс. ФБЗ с ультимейтом. Все еще нет оверлорда у него. Ну, как-то не очень-то и хорошо выглядит. Телепорт наверх. Испекают столкновения прямого сейчас Бумы. С коллективом Спирит Торонто. Не-не, они все прекрасно понимают. Они просто играют зеркально. Йопаш. Джекина Рошана заходит. Такое решение принимают Бумы. Тимс тоже здесь. Сайдкикам надо помочь. Спирит должны понимать, что происходит. Должны понимать. Да, и вся команда Спирит по мини-мапе может... Да, был скан. Кстати, был скан залетел. Вся команда отличается. Йопаш в позиции. У Йопаша неплохой. Тут вариант поставить арену. На ни одному миру. Нет, не хочется на миру. Хочется больше целей. Потому что... А Йопа в инвизи? ...коллапс рядом. Да, он был в невидимости. Но это тоже рассекретили. Окей. Ну, пока без драки. Но попытка, так знаешь, закрысить Рошана от Бума, она в целом была. И правильная попытка. Потому что Спирит тогда в полном составе показывали снизу. И этим же Мумом они задилейли снос своей нижней башни. Ну, просто стянули соперника под этого Рошана. Лучший вариант, и правда, не придумать. При этом никто не погиб. Единственный вопрос, что дальше при этом всем делать. Потому что Спирит рано или поздно снова будут пытаться с Маке выходить. Уже Смог прилетает. Но пока активации мы не видим. Торонто идет одним из первых. Есть оверлорд уже. Есть ящерица. ДТ появляется. Джеки забирает. Это очень важный момент для Джеки Боис. Это очень-очень важный момент. Возможно, стоит нажать сейчас Бумом в Смог и попытаться выйти в Спирит. Чтобы как-то реализовать это. Или просто бить Рошана под Фрэнзи. Ага, четыре героя в Смоках, и Джеки без него. Это байт. Джеки пока не бьет. Получить обзор в Рошане сейчас невозможно. Да, Спирит не может получить эту информацию. Это правда. Они думают, что все это время Рошан падал. Но сейчас все же они просто его начинают бить. Сайдкик. Джеки. Работает по Рошану. Спирит отдают. Отдают. Они понимают, что идти в ДД сейчас, идти в Блэкгенбар и соперника это смерти подобно. И избегают столкновения, продолжая фармить. Против СФа под аурами, под лайфстилом. Это очень-очень рискованная ситуация. Сейчас вы заходите пытаться на себя как-то драку. Ну это, пожалуй, правильная оценка своих сил. Потому что, ну, об этом не раз говорили и в аналитике. И мы это понимаем, и зрители, думаю, понимают уже, что тимфайт слева весьма и весьма опасен. Ятора приходит защищать Кишку. Не хотят Спирит отдавать ее просто так. Глимс. Но Ятора не отправляется на другую линию. Уже время прошло. Блинк готов. У ОД. Дальше по плану все-таки должен быть этот шарт, я полагаю. Ну и, наверное, тоже БКБ в этой игре. Потому что все не так-то просто. Так, сегодня Заяц на Никс Асасине занимался такими вещами, тем, что бегал по сайд-линиям и пытался искать какие-то киллы для своей команде под прилет доунбрейкер и так далее. Но здесь есть преимущество, есть лайфстилер, который может просто вот так вот внутри себя сидеть. И намного эффективнее, возможно, даже можно туда работать. Знаешь, с одной стороны ты говоришь, что есть преимущество, с другой стороны в это время Ятора не пармит. Я думаю, такое кэрри обычно не нравится. Знаешь, давай пойдем убьем. Нет, давай так, пока у него топ-1, я им... Договорись. Нормально. Это... Вот это... С одной стороны ты сам часто играешь на кэрри, знаешь, как неловко побегать там минуты-полторы и остаться с носом. Всегда бьет по морали. А Ятора еще раз привожу статистику, прям умеет фармить. И на этом турнире он был одним из лучших. Процент побед у героя дизрапторы нам показывают. В целом, да, герой все же чаще побеждает за свет. Тут все совпало. Он за свет. Еще одна неприятная статистика для спи. Ну, там не 100% я видел, поэтому смотрим дальше. Ну, даже если и 100%, то никогда нет гарантии, что именно эта карта не станет победой. Так, смотри, опять мы про Кудэ возвращаемся к его билду. Игнорирует шард, покупает линзу. И я не могу его за это осуждать, потому что с линзой, опять же, приятнее играть. Это еще бонусный урон к ультимейту, которым ты будешь шваркать. А если взглянуть на мана-пул героев слева, Марси силовик, Марс силовик, Бисмастер силовик. И СФ, у которого просто нет маны по дефолту, как бы, ну... С другой стороны, ну, с шардиком бегать-то, а? Прямо вот во всем этом, в арену проходить, там, например... Шардик это... Ну, шардик это защищаться. Спирит это команда про атаку, конечно. Слушай, ну, Аганим, не знаю, насколько атакую, но ладно, посмотрим. Аганим, это же не только... Так, Джейк подходит работать, хватает два вышки, Торонто пытается защищаться. Команда Спирит при этом собирается вместе под смоком. Тут смок на смок, драка будет серьезная. Мира стоит одним из первых, где Паш заходит за вышку, пытается найти Торонто здесь. А там птичка была, там висела птичка. Нормально, все нормально, успели выйти оттуда все ребята из Спирит, не стали навязывать драку. Опять фактор Эгиды играет. И этот момент с Рошаном, насколько Бумы все классно сделали. Вот в том моменте, когда давление было на их Т2 вышку снизу, стянули оппонента под Рошана. И после этого забрали сами Т2 вышку сверху. При этом Т2 у Бума все еще стоит. Нет инфеста. Могло быть ошибкой, потому что мы помним, как это сработало в топе. Копье, мимо. И там коллапс, я думаю, что на этот расчет, что коллапс всегда спрячет, всегда поможет. Ты видел стальные нервы? Просто инфест не жмется на копье. Ну, может это и не совсем нервы, но действительно стальные. Я точно не исключаю то, что это плохая реакция. Я вот примерно понимаю, что то же самое на фейс-изводе с Блокенбаром было у него в групповом этапе. То есть тут это вот все калькулейтед. Я почему обращаю внимание на такие вещи? Потому что это реально достойно уважения, когда ты играешь на сцене в B1 на вылет. Да, давление сумасшедшее, Баттерфляй появляется. У Джеки руна Хейст. Это не только дополнительная защита, но главное, что это ДПС. Еще больше урона от СФ. Да, и ответа в ближайшем времени на это не будет. Да и в целом, наверное, покупать МКБ в этой игре, зная, что тебе нужны статы. И много статов, и защита нужна на Найксе. Не очень хочется. Очень сильно нужен армор здесь. Но с другой стороны, это Алибарда помогает тебе, да, сейчас? Конечно. Мира танкует первым. Так, забрать этого крипа очень важно, потому что он дает неплохой баф. Миру спрятали. Есть ультимейт по Найксу. Есть арена отличная. Это я Паша. Коллаб спрячет себя в мипошку, запрыгивает. При этом Найкс, мипошка погибает. Найкс с рейджем или нет? Да, добить его надо. Прыгает Тимс и Джеки даблкил. Получает Торонто Токио. Под ПКБ пытается драться. Ну как много урона предлагает Джеки. Фантастика какая-то. И подкоп от Миры. Спасает лишь врага. Но не спасает Коллабс. Он себя закрыл опять. Это второй раз. Не может быть. Коллабс дважды ошибся в этом файте. Он просто спрятал себя вместо союзного героя. И самая большая проблема в этом, что ты не можешь двигаться. И снова возвращаемся к Шарду. 6387 урона. Золото не так много заработал. Похвастаться особо нечем. Но главное, что макро. Макро огромная победа для бумов. И надо понимать, что это бандерфляй свежий. Это все та же эгида, которую отдали Спирит. Посмотри, в этом моменте Ятор находился в инфесте. И впервые, когда я так понимаю Коллабс кликал на него, он его не смог спрятать в БКБ эффект. Вернее сказать, в Аватар эффект. Он именно так называется. Вот сейчас. И он просто не понимает, что происходит. И в данном случае он прячет себя. И это явно сыграло в минус. Да, это была точно не лучшая история в исполнении Спирита. И конкретно Коллабса. А, он тебя прятал в глимца. Все. Тогда умывался. Да, это же уже не принципиально было. Да, даже на самом деле. Давай, Алексей, скажи, а был бы шард? Так я только же сказал об этом. Ты сказал предыдущий в мертве, а я уже в этом говорю. А, нет, но тут уже двойной момент. То есть ворану шард? Ну, конечно. Ну, посмотри, ну, арена, статики, кинетики. Это же все проходится. Да, да. Все же можно выйти. Это просто астрал форма, и ты выбегаешь. Алексей, какой прекрасный ты аналитик. Ну, просто вот все. Да, да. К сожалению. Будет круто. Это боль моя, потому что я понимаю, что... Боль твоя, потому что не докричатся, то коллапсы отсюда. Он тебя не услышит в этот момент. Я, кстати, думаю, что, возможно, эта драка повлияет на его решение. У меня есть ощущение, что он просто может сейчас взять и кликом купить этот шард. Понимая всю сложность ситуации и как это может решиться. Ах, с линзы на БКБ изменил свое решение. Он именно переставил кикбай по очередности. Это точно лучше линзы, на мой взгляд, потому что, по крайней мере, это позволит тебе... Так он себя не сможет спрятать в БКБ. Да, да, да. И не будет момента мисплея. Окей, окей, это плюс. Еще плюс в том, что бумы понажимали свои БКБшки, точно так же, как и лишь шаг, да. И немножко таймер все-таки сместился в сторону 8 секунд. И это, несомненно, плюс для Спирит, потому что можно будет немножко увереннее в следующей драке себя чувствовать. Вообще, Инд, конечно, по своему накалу абсолютно сумасшедший получается. LGD, финалисты предыдущего Интернешнала, уже упали в нижнюю сетку. И ждут победителя этой пары, где победители прошлого Интернешнала Спирит, которые с ними финал делили. И сейчас Спирит на самом деле в очень плохом положении. Бум, выиграв последний эпизод, себя поставили куда выше, чем Спирит. И сейчас под грядущего Рошана можно занимать любую позицию на карте, потому что драться Спирит, бояться против Бум. Спирит не хватало героя, который пойдет по сайт-линиям и будет их толкать в то время, пока Бум бегает пятером. И сейчас этот герой — это ОД. Только сейчас он нажимает ТП на мид, но Бум уже в смоках и будут искать свой момент нападения. Рошан будет через 50 секунд определенно, какой у него все-таки будет окончательный таймер. Но это уже, я так понимаю, решение на позанять позицию повыгоднее, да, так как-то расставить обзор адекватный, вменяемый и под это играть. Ятор на мини-карте нарисовал путь, куда нужно сейчас смещаться его команде. Но пока не торопится. Не нарисовать путь в аэропорт в этой игре, потому что... Нет, давай, 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 пока без этого. Пока все очень-очень не круто. Коллапсы уходит из мака. Здесь вард конкретно у Спирит, поэтому вроде как эту позицию они контролируют. Да, смотри, хороший. Мы проверяют остальные вещи. БХБ уже в пизде, сразу нажимает. Разворот на миру. Есть рор, надо убивать его, чтобы просто так БКБ рор потратили. А там внутри лайфстилер, они это понимают, что его просто так не взять. И все, это минус рор. Это досадный момент для бумов, но очень хороший момент для Спирит, чтобы воспользоваться ситуацией, попробовать нанести еще один разящий удар. Покоп, минус, громоящер. Да, ответ из чекет-поинтов. Просто забежал, выманил Блэкинг Бар, выманил рор. Ну, прекрасно же. А там Сатаник появляется. Ну как этого монстра остановить? Сейчас уже сложно. Сейчас сложно. Будем верить для Шака. То, что закончится Блэкинг Бар, и все получится. Спирит пользуется моментом, что нет рора, нет Блэкинг Бар. Ну, прекрасно же. А там Сатаник появляется. Ну как этого монстра остановить? Сейчас уже сложно. Сейчас сложно. Будем верить для Шака. То, что закончится Блэкинг Бар, и все получится. Спирит пользуется моментом, что нет рора, нет БКБ. Таймер на Рошана маленький, посмотри, 10 секунд. Надо атаковать. Если выиграют момент, то можно забирать Рошана в команде Спирит. Не нашли никого. Беспастер вовремя уходит. Какой досадный эпизод для Спирит. Браво, Бум, пока делают все максимально четко. Теперь сами, наверное, Смок буду использовать. Вопрос в том, есть ли они вообще. Потому что до этого они довольно много Смоков уже прожимали. Я думаю, можно спокойно заходить сейчас в вражеский лес, ставить вард на вот эту горку. Да, на которой сейчас помягал с кем. Вот, собственно, есть последний опс. Запускать птицу в Рошана, которая уже там стоит. И понимать всю информацию. Вот это уже отталкивается и принимает решение, драться или нет. Посмотрим. Пока тут команды максимально зеркально пытаются играть друг другу, если смотреть на мини-карту. Что пойдут просто по нижней выманивать Спирит на базу и потом резко в Рошана? Да, да. Такой план. Или просто занять треугольник? А не боятся ли они, что Спирит нагло попробует? Ну, не боятся, потому что там птичка висит. Ну, вот преимущество, которое дает тебе Бестмастер по карте. Ты все видишь, все понимаешь. Где даже вардов не хватает. Есть обзор птички, есть обзор Беста. Торонто запускает вперед, понимает, что это трудный таргет для нападения, если Бум все-таки решаться это сделать. Поэтому с его он здесь пытается оттушить линии. И вот то самое Рошана стояние, оно продолжается. Но немножко все-таки на творчество смещается в сторону Бум, потому что они как-то более раскрепощеннее по карте перемещаются. Интересная статистика по вардингу. Мы знаем, что очень много вардят на пару, Спириты, это обусловлено тем, что тут мобильный Никс. А слева старается вардить только один Дизраптор. Но видим, что Бумам это не мешает. Мипошка забирает вард, но важный... Он с гемом, не стоит это забывать. Да, и у Дизраптора тоже гем. Мигают, говорят, надо проверить здесь. Находят этот вижен, нужно разбивать Тимсу. Мира опять пытается играть в Ассасина. Вместе с этим Лайфстиллером. Но сложно, сложно на Никсе запрыгивать именно в пятерых героев, учитывая сколько там Блэкинбаров. Знаешь, Сатаник ты отмечал, Фляй. То есть быстро на этой стадии кота взорваться уже не получится. На Курапей слойт героя, но нет, нападать не стали. Ну тут еще и БКБ в последующем будет. Да, да. Какого-то такого невероятного контроля, чтобы стан в стан дать, ну нету Спирит, к сожалению. Лишаку бы еще идеально. Блинк. Или он не может есть? Нет, нет, Блинглагер. Да, он планирует себе Блинк, но вот то, что ты отмечал, нужен армор. И Найкс собирает Кирасу, и здесь собирается появляться Шива. Вылазит все-таки Ятор. Да, и все это время он просто пробегал в Никсе и не фармил. А тут Рошан. Но за это время ответа на вопрос, как подобраться к СФ у меня не появилось. Поэтому, скорее всего, здесь просто будет падать Рошан. Потому что дополнительной разведки, как у ФБЗ, например, у Спирит на Рошпит просто нет. Есть Мира, который может просто подойти, но, скорее всего, он умрет. Там еще и Глимпс готовит с кем. Поставил Кинетик. Да, это второй Рошан для команды Бомб. Мира прыгает, но Айгис уже... Не успел Швард. Подождем, блин канулся, после этого его спрятали. Не, просто ушел. Просто ушел. Все нормально. Глимпс. Ну, и так, попытка была неплохая. Если бы буквально доля секунды этот подкоп бы и раньше произошел, там можно было бы спокойно Айгис воровать. Поэтому Мирия за вот такой вот мув, который, по сути, ни в что плохое для Спирит не превратился, реальный респект. Понимаешь, в любом случае вот этот Глимпс проклятый был бы и никуда от него не деться. Если бы ты успел, да, молодец. Но успеть там шансы действительно невелики были. Стоял с кем в позиции. Джеки стоял впритык к Рошану. Так что, да. Но попытка, попытка не пытка. Да. Айгис плюс Шарт. Учитывая то, что... Или закрываться надо на карте. Да, учитывая то, что еще у Джеки нет критов, да, там Кристалли с Дейдлос, то этот Шарт сейчас выглядит максимально круто. Ну и ситуация. Действительно, вот ты отмечал, не хватает героя, который может спокойно, мобильно по карте передвигаться. Отпушивать линии и при этом делать это довольно безопасно. Все герои Spirit, они уязвимы. Есть контроль сквозь БКБ, есть какой-то зацеп с дистанции. Поэтому просто выйти нагло и отпушивать линии, это не так работает для Spirit. Это очень опасно. Да. Приходится просто стоять на базе. Вот четыре героя, даже пять уже сейчас, стоят, по сути, на базе или около базы. Ятора пытается закончить Кирасу. И, возможно, с этим уже как-то они будут драться здесь. Напрягает дезераптор постоянно со своими глимсами. Есть подкоп по СФу, немного замедляет его пуш, но не забываем, там есть Сатаник. Есть окружение. Слушай, а Шарт в этой ситуации при защите хайграунда на Лишаке не хочется купить? Там очень много денег, но, опять же, на байбэк, на Кирасу, вернее, на Шиву. Блинк тоже хочется будет купить в будущем. Как бы, ну, блин, не в том положении сейчас стороной Токио, чтобы вот так вот деньги на Шарт выбросить. Видишь, Бумен просто отридует и все. Они дальше не пойдут. А Шарт, если бы у него был, он бы просто там и остался. Да, недавно на Reddit читал довольно забавную схему игры. Говорит, выбиваете первого Рошана, фармите, ничего там не придумываете, просто фармите. Убиваете второго, забираете с внешней вышки, снова фармите, убиваете третьего и, возможно, снова фармите. Или все-таки думаете о заходе на хайграунд. Дота и правда сейчас крайне сложна, как, наверное, всегда, но сейчас побольше даже, в аспекте последнего пуша. Снести хайграунд сопернику, который умеет играть в доту, всегда непросто. Да, главное просто долго не биться головой об эту стену бесконечную, которую в целом Spirit могут сдерживать. И попробовать отойти, нафармить, а потом уже зайти повторно через некоторое время. Пытается Spirit находить момент, и рефрешер появляется у Марса. Боже, он там хекс планировал, я видел, и купил просто рефрешер. А вот я не знаю, сейчас вообще маны у него будет хватать, потому что я в последнее время с рефрешером на Марсе очень осторожен. У него слоу ринг? Лех, смотри, 800 маны, я думаю, при нажатии возможно будет. Такое, на тоненьком, если честно. Там же 350 маны. Да. Там не хватает. То есть я поэтому и говорю, я в последнее время, когда на Марсе играю, если фрешером очень осторожен. Смотри, если фулл мана, то хватит прям вот придирочку. Но это только две арены, а копье еще дай. А если Ник займет тебя, а у тебя БКБ не будет, займет в тебя мана дрейн. Слушай, да, БКБ еще 50 маны стоит. БКБ 50 маны стоит, а вот 200, потому что, 100 точнее, потому что 2 БКБ. Вот тебе и история. Мы посмотрим. Не-не, это все равно хорошо, но все прям не нажмешь. Давай так. Ну, тут это решается легко. Ты берешь себе мистик став какой-нибудь, да, выходишь либо в Хекс, либо в Шиву. И этот вопрос решается. Так вот, Джеки Дэдглос появился. У него произошел еще пауэрспайк на 20-м левеле. Он взял себе правый талант на плюс 3 дэмэджа от каждой имеющейся у него души. Поэтому вот как раз минутка Егиса остается. Можно под пассивочкой, которую он себе опять же приобрел на 15-м левеле с таланта. Можно пойти и побить вышку. Да, есть неприятные астралы, но, блин, как-то же надо реализовывать вот этот таймер. Хотя вот видишь, появился Блинг и появился Сэндж у Торанто Токио. А вот нет ощущения, что Лотус нужен на бесте, например? Нужен. Против астралов это очень нужная вещь. Подкоп. Да, выигрывает время. Но астралов, не видишь, он даже не пытается его останавливать, потому что боится подходить. На него могут прыгнуть. Йопей, вот ожидает момент. Глиф. Глиф тратят спирит. Ятара! Поймали! Поймает! Спрятали. Пока живет. Пока живет. Будет лежить дальше, это вопрос. Ятара под рейджем пытается бежать. И выживает. Фантастика. Но атака от Бум была просто мгновенной. Йопей просто с этим копьем и после этого ставящаяся арена, это было волшебно. Но мы видим линза ОД, все-таки рейджа хватает и получается за сейвиз. Ну вот под Кирасой, под Аурой от Владмера, которая тоже тебе дает три армора, демор, все это стакается. И вот как-то все за счет Лос-Пик Биста у Бум получается все эти моменты создавать для себя. А в спирит, ну пока они защищаются, но бесконечно у них это делать, понятное дело, не получится. Нужно что-то будет... Тут же вопрос не только в защите, вопрос не в том, что ты... Я не проиграл сейчас. Да, твердо можно сказать, мы не проиграли. Мы защитили свою сторону. Не целиком, но бараки стоят. Но мы же и не выигрываем. То есть это не плей на победу. Да. Вот в чем дело. Ну смотри, после нажатия рефрешера в этом моменте у него осталось еще 350 маны. То есть это арена, и на копье уже не хватает второе. Да, так и есть. Я говорю, с этими повышениями стоимости предметов и с блокинг-баром, который ману стоит на Марсе, надо что-то еще обязательное. Да, именно поэтому в последнее время я привык видеть на этом герое, вот опять же, Хекс после БКБ и Шарда какой-то, как-то Шиву, да, вот такого рода айтемы. Если уже после этого у тебя получится собрать, то будет классно. Вау! Но Глимс, БКБ, ТП. А Биста тут нет. Это чемпион интернет-села. Реакшн тайм. Сколько у тебя, Лех, реакшн тайм? Ты когда-то тестил вот этот зеленый кружочек нажимать? Мне кажется, что он станет красным, этот кружочек, если я буду тестить свою реакцию. Но это надо чтобы... Давай так, я уже не совсем-то и молодой до конца. Ну, все, еще, но не такой. Но тем не менее. Появился Шард. В предыдущем файте не было ОД Шардом. А это важно. Мы об этом говорим. 39 минут игры. Сейчас должно быть лучше. Просто Шард, мне кажется, это то, что может позволить тебе не только выйти из-под атаки, но и реально занять позицию для контр-атаки. То есть такой двойной момент. Алексей, там 700 демэджов у СФа и нет ТТ-Таура. Что делать будем? Но есть Глиф. Все-таки нажимать его сейчас, пожалуй, не лучше. А там увидели на центре. Подкопали. Бить. Бить из-баши бить. Помогает. И Марси помогает. Джеки разворачивается. Нажимается. Таник потрошит яд. Рокопьет точное от гопажа. Собирать должны. Живет пока что Найкс. Каким-то чудом его прячут в статик. Там нет байбэков. И нет байбэков. Просто в трон, что ли? Нет, они будут идти на вторую сторону. Лич пытается выигрывать время. Как они спасают. И одна и другая команда это умеет делать. Пумы тоже показали свой уровень. Марси подстраховала здорово. ФПЗ подстраховал. Линза, которая приехала на бесте, тоже крайне важным фактором была в этом эпизоде. Понятное дело, что спириты будут играть до конца. Но ситуация крайне плачевная. Потому что 50 секунд без лайфстилера. Посмотрите на СФ. И глифа нет. Это был последний глиф. Да. Глифа нет. Они только что его использовали. Да, 256 маны у СФ. Но даже тот самый сатаник, он не требует нажатия маны. Минус лич, скорее всего. Минус лич очень быстро. Есть байбэк. Прыжок вперед от Тимса. Как быстро убивает коллапса. Торонто под БКБ пытается убить Тимса. Есть попадание оглушением. Тимс погибает. Но вторая сторона рухнула у спириты. Джеки не остановит. Он с двух ударов убивает дикочку. Подконтроливает еще одного. Это минус. Личшак. Зал прыгает. Арена взрывается. Бумы. Уничтожают спирит. Чемпионы прошлого The International. В шаге от того, чтобы поехать домой. И они не защитят свой титул. Бумы. Герои тут для арены кричат. Все просто взлетели. Стоя встречают зрители. За сегодня это первый раз, когда зал вот так вот скандирует за бом. Тут есть чему порадоваться. Мира заходит вперед. Пытается выиграть время. Надо убивать как-то в джеке. БКБ ульт. Пытаются. БКБ ульт. Просто бить надо. Просто бить трон. Что и делают бумы. И трон падает. Это Best of 1. Беспощадный формат The International. Каждый год он преподносит неожиданные разочарования. А с другой стороны неожиданные радости для команд. Бумы справляются с чемпионами International. Действующими. Но теперь у нас точно будет новый чемпион. Это факт. И что, это была последняя команда из Восточной Европы. Правильно. Вот один был.